Из первых уст. Председатель Вобруйского горисполкома встретился с работниками машиностроительного завода. Александр Студнев рассказал про эпид-обстановку в городе. По его словам, все под контролем. Пандемия идет на спад. Коронавирус сбросил вызов не только системе здравоохранения, лихорадила и промышленность. Многие страны сказали стоп экспорту белорусских товаров, закрыли границы. Но, тем не менее, как я уже сказал, мы нашли у себя возможности в городе, силы и возможности для того, чтобы сохранить свой потенциал и нарастить именно внутренне. За это, в первую очередь, я благодарен вашему руководителю, вам, как работникам предприятия, что вы в это трудное время сохранили стабильность. Глава города затронул тему зарплат. В июне средние доходы бобручан оказались на уровне 995 рублей. По машиностроительному заводу сумма чуть меньше 813. Александр Студнев отметил, это не предел мечтаний, есть к чему стремиться. В первую очередь, за счет наращивания производства и новых рынков сбыта. Это важная составляющая, которая, в любом случае, нанесет, в первую очередь, и стабильность для работников и для предприятий. Председатель горисполкома анонсировал строительство поликлиники в Киселеевичах, школы и детского сада в 7-м микрорайоне. Рассказал, как идут дорожные работы на Крылова и Бахарова. Александр Студнев заявил, что 1 августа состоится торжественное открытие детской больницы. Администрация и сотрудники предприятия остались довольны встречей. Я считаю, что встречи такие необходимые, с коллективом встречаться. Очень много мы услышали информации от Александра Викторовича, которая была полезна для наших работников. Ну и также наши работники получили ответы на заданные вопросы. Наше государство все делает для того, чтобы город жил. Очень много улиц, вот те же самые Шевченко сделаны, Каменского, сейчас переулок Бахарова, движение разгрузили очень хорошо.